МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хорошие, позитивные ноты. Мы в последние годы то и дело праздновали открытие новых детских садов. За 5 лет дополнительно открыто 22 тысячи новых мест. Из них 7 тысяч за счет строительства новых и реконструкции детских садов. Их было 45. Не каждый регион может похвастаться такими цифрами. Мы обеспечили местами в детских садах всех детей до 3 лет, насколько нам известно. А теперь дело, я так понимаю, за полуторагодовалыми. Как будет решаться этот вопрос? Тем более, что федеральное финансирование программы детских садов детям прекращено в этом году уже. Действительно, в прошлом году мы завершили большой проект по модернизации системы дошкольного образования. Основная задача была, как вы правильно заметили, обеспечить местами всех детей старше 3 лет. Республика достойно справилась с поставленной задачей. Все детские сады запланированы на строительство, на капитальный ремонт, на создание дополнительных мест в школах. Это мы справились. И действительно, правильно сказали, 22 тысячи, даже чуть больше мест создана Чувашской республике. И, соответственно, почти, но не почти все районы муниципалитета эту задачу справились. А 60% районов даже сегодня берут детей старше полутора лет. Это тоже достойный показатель. И для нас приятно, что республика в числе лидеров по обеспечению местами дошкольных учреждений детей. Но на этом жизнь не заканчивается, дети растут. Соответственно, новые микрорайоны возникают, ведется интенсивная строительство жилья. Поэтому в новых микрорайонах детские сады также будут открываться. Не столь, может быть, интенсивно, как по 14-15 детских садов в год мы вводили. Это, конечно, очень большие темпы были. Но в новых микрорайонах город Чпоксара, прежде всего, детские сады строятся и будут строиться. И я думаю, дальше соответствующие потребности мы будем удовлетворять. Годы пролетят незаметно. И эти малыши пойдут в школу. Сегодня статистика говорит, что в 470 школах Чувашии обучается более 125 тысяч детей. И это достаточно большое количество, что приходится организовывать вторые смены. А значит, все-таки недостаток в школах мы испытываем. И количество детей растет. Будет ли какая-то программа? И как будете решать этот вопрос? Ну, здесь вы правильно заметили. Действительно, очень позитивная динамика. Это естественный прирост населения. И последние годы Чувашская республика демонстрирует увеличение рождаемости детей. А смертность снижается. Это очень хороший показатель состояния социального состояния общества. И в том числе Чувашской республики. И для системы образования. Это очень хорошо. Потому что, когда появляются дети, и их доля, или точнее, каждый год по 5 тысяч детей школьного возраста будет увеличиваться. Соответственно, появляются новые рабочие места для учителей. Соответственно, появляются полные классы. Потому что долгие годы школы сельские особенно закрывались. Потому что детей не было. Это тоже не совсем хорошо, скажем так. Потому что развитие села, сохранение села, традиции. Особенно сельского уклада. Это связано через школу все происходит. Поэтому для нас важно, что тенденция увеличения рождаемости дает дополнительно школьнику систему школьного образования. Но отсюда и параллельно возникает задача, о которой вы говорите. Надо обеспечить местами, в школах наших детей. Надо успеть, я бы сейчас сказала. Совершенно верно. Надо успеть. Потому что даже не успеть, а уже сегодня ситуация сложилась так, что во многих, особенно в городе Шбоксары, некоторые школы обучаются две смены. Это очень сложно, очень тяжело. Тем более мы сегодня ставим задачу увеличить охват детей дополнительным образованием. А дополнительное образование предполагает занятия после школы. А когда уже школа занята, классы заняты, детей обеспечить дополнительное образование достаточно сложно. И первая задача, которую ставим, начиная с 2016 года, начинаем строить школы именно там, где есть вторая смена. И к 2020 году мы должны сделать так, что все дети Чувашской республики должны обучаться в одну смену. Алена Аршинова, депутат Госдумы, недавно говорила, что принята федеральная программа и, по-моему, несколько триллионов рублей на всю страну будет выделено. 50 миллиардов, да. А, 50 миллиардов, это в 2016 году. В 2016 году, да. Так-то программа, я так понимаю, на несколько лет рассчитана. Да, на 25-го года она программа рассчитана. В этом году сумма уже обозначена, 50 миллиардов. Соответственно, эти деньги будут выделяться всем субъектам Российской Федерации на строительство школ. Именно крупные школы задачи ставятся в центрах, где действительно вторая смена большая. И мы вот планируем первую школу, и Михаил Васильевич в своем послании глава республики тоже обозначил, на Гладково. Задачу ставим школу начать строить и, соответственно, в 2016 году попытаться эту школу все-таки сдать. Хотя очень сложная задача, теоретически возможно, мы говорим, практически сложно, но другого варианта у нас нет. Потому что, чтобы федеральные деньги привлечь, нам нужно сначала школу построить, потом, соответственно, эти деньги получить. Ага, то есть нужно сначала найти деньги, а потом уже их как бы компенсировать. Совершенно верно. А у республики есть сегодня такая возможность? Ну, варианты сегодня мы подыскиваем. В том числе очень рассчитываем на частно-государственное партнерство, на строителей, которые сегодня есть строители, которые действительно накопили свой потенциал и могут уже строить и крупные объекты в том числе. И я думаю, здесь варианты решения можем найти. Вот если, кстати, говорить о частно-государственном партнерстве, ну, у нас вот и частные садики открываются. Я признаюсь, что не следующая ситуация, есть ли у нас частная школа на территории Чувашии. Вот насколько применима эта практика в нашем регионе на сегодня, и как думаете, сможет ли она развиться? Ну, закон образования предполагает, что могут частный бизнес или индивидуальные предприниматели в том числе обеспечить дошкольное образование. Допустим, присмотр уход сегодня, так и такая форма существует, частные детские сады, в том числе, о чем вы сказали. Ну, и закон предполагает также возможность существования частных школ. Притом, это предполагает не просто вот они сами все на себя берут все нагрузку. Государство обеспечивает образование за счет бюджета в этих школах и детских садах. То есть они, эти школы, если лицензии имеют и соответствующие условия созданы, они будут получать из бюджета соответствующее финансирование на образовательную деятельность. А что касается второй части, проблема связана она со строительством объектов образования, в том числе и садики мы строили, сейчас школу начинаем строить. Тут тоже частное государственное партнерство возможно, потому что бизнес может построить объект, потом государство выкупает готовые объекты для того, чтобы там обеспечить образовательную деятельность. То есть такая форма, она тоже предусматривается. И все-таки, как вы думаете, бизнесмены, чуваши, насколько развито у нас это социальное предпринимательство? У нас уже есть практика, когда строители детский сад построили, мы закупили, и эти садики по качеству порой даже лучше, чем когда мы объявляем конкурс, когда какие-то подрядчики, особенно первые годы, какие-то подрядчики непонятно приходили, и долго мы с ними мучились, чтобы объект качественно сдать. А когда бизнес на себя берет такую ответственность, и он предъявляет готовый продукт, тогда и требование к качеству предъявить нам проще. Исходя из этого, я думаю, эта форма очень перспективная. В Чувашии также принято уточнение в программу развития образования до 2025 года. Недавно в нее были внесены изменения по поручению главы Чувашии. На что они нацелены? Ну вот я бы условно выделил с программы, которую уточнили мы недавно несколько тем. Первая тема, это вот о чем уже сказали, строительство школ с целью снять вторую смену. Все дети должны учиться в одну смену. Вторая часть, у нас есть, ну не скажу много, но есть школы, которые действительно аварийные. Ветхость до 70%, где достигли 50% ветхости. И мы должны все школы ветхие из детей оттуда вывезти, построить и отремонтировать, современные условия создать. Это вот вторая часть. То есть мы ставим задачу уже не только 2020 года, еще 2025 год. После 2020 года мы должны приступить к выводу детей, вернее, школ из аварийных ветхих зданий, построив или отремонтировав современные условия создав. Но еще есть ближайшая тема, о чем Михаил Васильевич говорил при уточнении госпрограммы и ставит задачу, в том числе послание к госсовету. Это создание условий в существующих школах. Например, стыдно нам сегодня, в 21 веке, когда дети удобства имеют на улице в зимнюю погоду, вынуждены маленькие дети ходить в туалеты на улице. Это, конечно, не должно быть. Таких школ у нас 67. Мы сегодня подсчитали необходимые средства, которые нужны. И за два года ставим задачу, чтобы все школы имели теплый туалет у себя. Вот это другая, третья тема. Еще есть тема, которую мы реализовывали на протяжении 2011-2013 годов. Это современные столовые питания, пищеблоки. 70% школ мы успели оснастить современным оборудованием. Еще остались 30% школ, в которых оборудование старое или питание осуществляется неэффективно. Но энергия тратится. Качество продуктов питания не соответствует. Или она ниже по качеству, чем в современном оборудовании приготовленное. И поэтому мы ставим задачу продолжить проект оснащения школьных столовых оборудованием. Соответственно, организация питания, в том числе использование современных технологий. И я думаю, эту задачу тоже в перспективе будем решать. И еще одну тему мы туда внесли изменения. Это спортивные залы в сельских школах. Вот последние три года мы активно участвовали в федеральном проекте, выигрывали гранты. И нам удалось каждый год по 29-30 спортзалов отремонтировать. И вот в этом году еще 20 миллионов мы выиграли грант. И 3 миллиона еще добавляем в республиканский бюджет. Соответственно, задачу ставим 23 спортивных залов отремонтировать, чтобы наши дети могли укреплять свое здоровье, заниматься спортом, соответственно, активный образ жизни. И здоровье, сберегающие технологии. Здесь возникает тема здоровья, самая ключевая тема для школ. И я думаю, вот эту задачу тоже в программу мы включили и будем дальше двигаться. Это уже задача 2016 года. Я так понимаю, что вы частично перечислили те направления, куда идет финансирование сферы образования в республике. Потому что по данным 2015 года 30% бюджета направлено именно в сферу образования. Это порядка 14 миллиардов рублей. Ну, сейчас стало понятно, куда они направляются в том числе. Я назвал основные направления, но это же еще не все. Там и бесплатные учебники, там школьные автобусы, там много других расходов. Вот Михаил Васильевич на своем послании опять озвучил очень интересную цифру. Учителя у меня даже переспрашивают, неужели так? 60 миллионов в день, в сутки направляется в образование в Чувашской республике. Ежедневно 60 миллионов. Интересно. Это очень такая хорошая внушительная сумма. Это действительно одна треть бюджета идет на образование. Это действительно наше будущее. И туда надо вкладывать. И республика находит средства, чтобы поддерживать систему образования. Ну, понятно, что, как говорится, на все средства единоразово не хватает. Я просто отвлекусь и вспомню случай, что на прошлой неделе прошли встречи выпускников в школах. И вот я тоже была в своей школе, она находится в Научебоксарске. И там выпускник 1986 года вышел на сцену, чтобы поделиться впечатлениями. Все это происходит в актовом зале. И он говорит, все, говорит, хорошо, школа выглядит красиво. То есть многое поменялось. Но стулья в актовом зале, как были в 1986 году, так и остались. И вот школа вынуждена была, вышла ведущая и попросила, может быть, кто чем сможет, поможет. Все-таки такие еще остаются проблемные моменты, где на всех не хватит денег. Тут надо сельские жители, меня сейчас очень хорошо поймут. Вот если сельский житель не будет каждый год что-то делать в своем хозяйстве, у него хозяйство точно развалится и будет выглядеть очень плохо. Вот мы были периоды, годы, десятилетия, 10,15 лет, когда мы в школу не могли вкладывать. Страна была в разрухе, переходный этап. Почти мы революцию прошли. В 20 веке две революции Россия выдержала. И, конечно, вот та разруха, которая на переходном этапе была, она сказалась и сказывается до сих пор сегодня. Да, мы вкладываем, да, мы ремонтируем. Но этих средств действительно сразу не хватает, потому что долгие годы мы не забивали хотя бы по одному гвозю, как сельский житель каждый год делает. Он все равно что-то сделает, и у него хозяйство целости, сохранности и выглядит хорошо. Вот это должно быть системно. Это безхозяйственность не должно быть. Каждый год, если школа что-то делает, соответственно, она будет выглядеть в конце концов нормально. Я сейчас вам предлагаю даже прийти как-нибудь в гости, посмотреть наши техникумы. Но последние три года каждый техникум вкладывается из внебюджетных источников, из бюджетных источников и внутреннее содержание. И внешний вид сегодня поменялся, туда приходить приятно. Вот так должно быть во всех учреждениях. Мы такую задачу перед собой ставим. Конечно, о чем вы говорите, это обидно, больно слышать. Но, к сожалению, это тоже имеет место быть. Мы вспомнили госпрограмму. Направлений очень много. В том числе я за бортом или за текстом оставил развитие системы среднепрофессионального образования. Туда тоже мы сегодня направляем достаточно серьезные ресурсы. А кадры решают все. В том числе рабочие кадры нужны для того, чтобы экономика Чувашской Республики стабильно дальше развивалась. Кстати, о кадрах поговорим. В своем послании Михаил Игнатьев поручил вашему министерству подготовить предложение по учреждению премии главы Чувашской Республики для педагогов, подготовивших победителей и призеров Олимпиад. Суммы, предложенные главой, достаточно внушительные. 150 тысяч, по-моему, 250 тысяч. Есть понимание тоже, откуда взять деньги? Или это тоже предусматривает программы? Или будут приняты новые какие-то нормативные акты? Но меня, прежде всего, обрадовала инициатива главы, что он действительно внимательно относится к такому очень важному направлению, как поддержка талантливой молодежи и, прежде всего, обучающихся. Извините, но молодежь ведь доказала. Потому что у нас победителей-то стало больше практически в два раза. Совершенно верно. Даже три раза. Если три года взять, мы за прошлым годом, в сравнении с 2014 годом, два раза поднялись. А если взять еще, то три раза. Но суть не в этом. Суть в том, что нужна поддержка. Поддержать можно молодого человека, в том числе, поддерживая его наставника, учителя. И если вы заметили, наверняка заметили, зал встретил овациями, аплодисментами – это решение. Это о чем ты говоришь? Для учителей это… Да, и не только для учителей, это оценили все. Вот это очень важно, что родители оценили, и учителя, само собой. И здесь поддерживают талантливые учителя, мы поддерживаем талантливых учеников. Соответственно, это даст эффект отложенный, мы говорим, но это эффект дает. И для нас сегодня очень важно не только деньгами поддержать учителя, а иногда достаточно добрым словом. И то, что поддержка будет осуществлена, и мы учителями, которые подготовят талантливых призеров, олимпиадников, в том числе и системы профобразования, и этими суммами поддерживаем, это будет уместно и правильно. А что касается, где найдем, это пусть их не беспокоит. Это проблемы правительства Чувашской республики, и в том числе Михаил Васильевич, глава республики, поставил задачу, соответственно, будем решать. Еще одна цитата из послания, это «Наша задача создать такие условия, чтобы после педагогических вузов молодые специалисты с желанием шли работать в школы». Ну, я думаю, вот такие вот меры, в том числе финансовые, простимулируют, наверное, выпускников педвузов, но тем не менее, все-таки на сегодня ситуация, наверное, немножко наоборот обстоит. Вот не очень хотят люди идти в школу работать. Я могу ошибаться сейчас. Вот что вы скажете? Ну нет, и сейчас попробуем тоже на этот вопрос вместе с вами найти ответ. Действительно, было время, когда приток молодых учителей в систему образования был заторможен, или, по крайней мере, он был маленький. Да, сегодня мы тоже не можем похвастаться, сказать, вот полностью ситуацию изменили, потому что, ну, 15% учителей сегодня пенсионного возраста, мы вынуждены их просить работать, потому что молодые кадры не пришли, или где-то еще мы сами пока не сегодня создали, чтобы они пришли. И доля молодых у нас держится примерно на уровне 4-5% молодых специалистов, которые приходят. Это, конечно, невысокий показатель, и нам важно, чтобы мы создавали условия для того, чтобы выпускники педвозов, техникумов приходили в школу. Это вот первая задача. А чтобы они могли прийти, нам важно вместе с педуниверситетом их подготовить, соответствующий уровень подготовки, чтобы они могли легко адаптироваться к школе и быстро освоить свою профессию. Это вот две задачи, взаимосвязанные, во-первых, зарплаты, во-вторых, вакансия, связанные с подготовкой для того, чтобы молодой специалист мог начать работу, ну и, соответствующая, целенаправленная подготовка молодого человека к будущей профессии. Вот эти темы сегодня решаются, но одним из показателей что является? Здесь доля трудоустроившихся выпускников педуниверситета у нас сегодня вырастает. Если 4 года назад было 3, ну 3 года назад, ну 4, если 16 годом, 30 небольшим процентов шли по специальности трудоустраивали. Сегодня больше 60. Это уже хорошая динамика. Соответственно, престижный становится труд учителя. Конкурс растет, средний балл ЕГЭ, которым поступают выпускники школ, педагогический вуз возрастает из года в год. Соответственно, у нас есть уверенность и надежда, что выучившись, они придут в систему образования. А еще самая лучшая тенденция и самое приятное, что у нас количество детей растет. Соответственно, кадры нужны будут для системы образования. Эту задачу в ближайшие годы, и уже начали решать, в ближайшие годы более интенсивно мы будем решать, в том числе за счет целевого приема, в том числе за счет создания 10-11 классов, профильных педагогических классов. Будущую профессию надо начинать готовить со школьницами. Соглашусь. Интересно стало, вот эта статистика, что было 30% выпускников, которые идут по специальности, а стало 60%. Это только педагогических специальностей касается или в целом всех выпускников, которые в Чувашии учатся? Потому что это просто профориентация лучше стала или педагогическая специальность стала более популярной? Ну, действительно, я пример привел на примере, вернее, педагогической специальности. Это и вот комплекс мер. Тут одна мера не дает сразу такого эффекта. Тут комплекс мер, в том числе и повышение зарплаты, в том числе заинтересованность общества, изменение ситуации в системе образования. Вот то, что в 2011 году бюджет республики 25% на систему образования было, а в 2014 году стало 30%, это показатель как раз внимания к системе образования в том числе. И то, что зарплата сегодня на уровне средней по экономике, конечно, она может не удовлетворяться и не удовлетворять всех учителей, но она изменилась, она стала более достойной, скажем так. И это тоже привлекает молодых людей к будущей профессии, в том числе педагогической. А что касается других профессий, у нас востребованность или, точнее, конкурс всегда на МИДФАК оставался. Всегда у нас большой конкурс на будущих врачей, скажем так. У нас конкурс экономисты и юристы как были высокие, так и остаются, потому что, во-первых, там бюджетные места сократили, во-вторых, желание людей получить экономическое образование, гуманитарные специальности, оно остается, это естественное. Но, кроме того, мы увеличили в УЗ, точнее, Чувашскую республику, увеличили бюджетные места на инженерно-технические специальности, а конкурс параллельно возрастает. Это говорит о том, что эффект дают наши профильные классы, которыми республика занимается уже десятки лет. Ну, последние 10 лет точно очень интенсивно занимается. Исходя из этого, это тоже дает эффект. То есть люди приходят на будущий специалист, осознавая со школьных лет, выбирая осознанно будущую профессию, и, соответственно, и потом легче устраиваться. И еще один вопросик, который меня попросили задать блогеры Чувашские. Была тенденция объединения СУЗов. ВУЗы, по-моему, не объединялись у нас. Вот СУЗы, я знаю, были объединены ПЭТ-колледж, ЧМТТ. Можно ли говорить о каком-то положительном эффекте, и вообще дало ли это какой-то результат? Ну, вот действительно, меня правильно, может быть, критиковали, потому что иногда в голове не сразу укладывается, зачем это происходит. Но любое объединение, техникум, в том числе между собой, не является самоцелью. Для нас очень важно, чтобы, во-первых, техникум были полноценны. Когда 200-300 студентов, извините, это не совсем полноценный коллектив, а все-таки мы считаем, минимум 800-1000 студентов в колледжах, техникумах должны быть. Это полный, полноценный коллектив, разными направлениями подготовки, и при том очень важно взаимосочетание будущей профессии. Вот за что меня критиковали, за то, что ПЭТ-колледж не сочетается с механико-технологическим. Хотя в механико-технологическом колледже есть дизайнеры, есть там направления близко к гуманитарным. Но основная задача все-таки была создать и то учреждение, которое с малым количеством студентов, и другое учреждение, объединяющиеся, стали сегодня другим техникум, совершенно другим техникум. Они друг другу не противоречат. ПЭТ-колледж, как сохранился в направлении подготовки, в том числе воспитателей, в том числе связанность с педагогикой мастеров для техникумов, самих техникумов, я думаю, это направление усилится и даст эффект через некоторые годы. Но то, что сегодня внешний вид изменился, вот до этого ПЭТ-колледж не мог зарабатывать вне бюджет, не мог ремонтироваться даже. Сегодня, посмотрите, общежитие, мы отремонтировали хорошие условия, создали ПЭТ-колледжи. Притом сегодня ремонтируется и оснащается аудиторией. Я думаю, вот эти эффекты создания условий тоже позволяют оценить то, что объединение, оно не навредило это однозначно. Но самое главное, мы сейчас название в ближайшее время восстановим и Никольского. Вот ПЭТ-колледж, он носил и будет носить имя Никольского. Для нас это принципиально важно, и я думаю, традицию мы сохраним. А что касается направления подготовки, они сохранены, и ни один студент здесь не пострадал. 23 декабря в Москве министр Дмитрий Ливанов сказал, что Чуваши, назвал точнее Чуваши в числе лидеров по развитию системы образования в Российской Федерации. Не то, чтобы хотелось как-то поспорить с федеральным министром, но тем не менее, вот как вы думаете, чем обусловлено это? Я поняла, наверное, детские сады, Олимпиады мы очень хорошо представили на российском уровне. Что еще нам помогло? Я думаю, федеральному министру виднее со стороны, говорят, виднее. У него есть возможность сравнивать разные субъекты между собой, в том числе смотреть динамику, как развивается республика, в том числе система образования. Дмитрий Ливанов, он не раз в республике был у нас, и поэтому знает не только со стороны, а еще изнутри, общается постоянно с главой Чувашской республики. Исходя из этого, у него, я надеюсь, достоверная информация, и он не ошибается в своей оценке, но ошибиться еще трудно. Почему? Потому что независимый рейтинг топ-500 школ, топ-200 сельских школ, она тоже происходит, и наши школы демонстрируют здесь свои результаты, успехи. И это независимая оценка, тоже не мнение министра уже, а экспертная оценка подтверждает мнение министра, точнее так скажем. Но мнение министра пересекается и мнением руководителя Рособороднадзора Сергея Кравцова. Он тоже говорит, что Чувашская республика достойно проводит не только результаты важные, а сколько открыто, честно и достойно проводит ЕГЭС, скажем так. Конечно, там свои сложности возникают, конечно, неприятности у некоторых наших школьников, к сожалению, возникают, но в целом для нашей задачи показать, что Чувашская республика всеми задачами, которые ставит федеральное министерство, справляется. И оценка Сергея Кравцова тоже говорит о том, что республика, в том числе глава республики, потому что он отвечает, прежде всего, за все направления, достойно справляется в том числе проведение ЕГЭС. Но если Астахова вспомнить, защитника, вернее, обусмена по правам ребенка, полномочного по правам ребенка, он тоже достойно оценил среду, в которой создана Чувашская республика для того, чтобы наши дети могли воспитываться. Это уменьшение детей-сирот, доли детей. Это доля детей или количество детей, которые сегодня воспитывают в семьях. Это тоже показатель социального благополучия общества, в том числе Чувашской республики. Спасибо большое, Владимир Николаевич, за то, что вышли на первый сеанс правительственной связи в этом году с нашим телевидением и с нашими телезрителями. Я еще раз напоминаю, что в гостях у нас был министр образования и молодежной политики Чувашской республики Владимир Николаевич Иванов. Спасибо и до свидания. Спасибо, до следующей встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...